Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» И мы ее ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева В нашем шоу «Телеактивно» мы общаемся Используя слова, мимику и рисование И все это вместе развивает наши коммуникативные навыки И умение работать в команде А еще это очень веселая и азартная игра И настолько азартная, что некоторые ее участники потребовали реванш Мы с удовольствием приглашаем в нашу студию Харизматичных, на наш взгляд, игроков сезона Обе команды в прошлых играх уступили победу своим оппонентам Но нам и нашим зрителям они настолько понравились Что мы просто не могли не пригласить их в нашу студию Итак, мы вновь рады видеть в нашей студии строителей Валентина Иванова, Валерия Ефремова и Наталью Тимофееву Молодые люди работают в строительной фирме нашего города Строят красивые и крепкие дома Очень рады вас видеть в нашей студии Кстати, напомним нашим телезрителям, как вы назвали свою команду И какой у вас девиз? У нас, получается, команда называется «Дорогя» И у нас девиз «Делай по-другому» Делай по-другому Почему по-другому? Потому что, ну, если делать нормальные вещи, то нормальный результат получаешь А если по-другому? А если по-другому, то другой результат Логично Валерий Ефремов, как выяснилось, в прошлом стендап-комик и исполнитель рэпа Правда, у нас в студии он умоляюще просил не декламировать его ранее творчество Ведь с тех пор прошло несколько лет И за это время его увлечения изменились Теперь он видеограф, обожает работать с видео и фото Не зря в строительной компании он занимает должность маркетолога Валентин Иванов свои работы очень любит, ведь с цифрами он на «ты» Ну еще бы, перед вами выпускник ИТФ нашего университета А еще Валентин – финалист кадрового конкурса «Таланты Якутии» Правда, о своих талантах он сегодня скромно умолчал Увлекается видеографией и активно занимается бегом Например, в этом году на марафоне «Забег России» 10 километров он преодолел за 43 минуты Если вы надумали построить дом и планируете взять ипотеку То в этом вам поможет Наталья Тимофеева В строительной фирме она как раз этими занимается И вообще Наталья считает себя немножко волшебницей Ведь она может помочь почти каждому якутянину осуществить свою мечту о доме Наталья родилась в Валекминске, окончила институт математики и информатики И уже на пятом курсе начала свою трудовую деятельность Девушка награждена медалью российской статистики За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи Вот такая у нас сегодня героиня Против строителей сегодня играют представители аэропорта Якутск Давайте поприветствуем Евгения Луценко, Андрея Дорофеева и Михаила Егорова Всем привет! Привет, привет! Здравствуйте! Рады видеть вас в нашей студии Здравствуйте! Как у вас настроение после прошлой игры? Боевое! Настроение боевое! Сегодня победим! Сегодня победим! Это точно! Так, давайте напомним нашим зрителям, как вы назвали свою команду И у вас какой-то девиз? Комета! Как комета мчим вперед, впереди победа ждет! Евгений Луценко работает в столичном аэропорту спасателем И он очень любит свою работу А когда выдается свободная минутка, то спешит к своим детишкам И вместе с ними изучает наш город Его любимое место в Якутске – сопки Сопка любви, сопки на Покровском тракте Словом, все те, откуда открывается вид на город Надо отметить, Евгений один из немногих, кто по-настоящему любит Якутск И это очень отрадно Андрей Дорофеев на наш вопрос о курьезных случаях во время работы спасателем Переплевывает три раза через плечо со словами Что рассказывать нечего и слава богу Начальник аварийно-спасательного отряда службы противопожарного И аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Якутск Помимо работы занимается спортом и не просто так Он тренирует коллег, таким образом поддерживая здоровый образ в коллективе А еще Андрей с другом развивает бренд пельменей собственного производства Михаил Егоров раньше также работал в аэропорту, но недавно сменил ведомство и сферу Теперь он менеджер по продажам, но традиционные встречи с Евгением и Андреем остались неизменны Они вместе играют в футбол, проводят время на природе и собираются, чтобы сразиться в настольные игры Крокодил, Имманжинариум, Мафия – в этих играх им нет равных А поскольку с Евгением и Андреем Михаил знаком с детства, так что понимать друг друга они будут с полуслова Итак, мы начинаем, да, прежде чем приступить к основной игре Как вы помните, вначале мы задаем по три вопроса И все вопросы из школьной программы новичков это касается А вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как математика, история, английский, русский и даже химия Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе Вопросы задают учителям средней школы номер 29 города Якутска Если так получится, что обе команды заработают одинаковое количество очков В этом случае все решать будут капитаны Им будет предложено бросить наш кубик И у кого цифра будет старше, тот, собственно, и начинает основную игру первыми и становится командой красных Вначале мы обозначили команду строителей, поэтому первая вопрос из школьной программы звучит для вас Внимание на экран С чего, по мнению Станиславского, начинается театр? С чего? С вешалки? С вешалки Вы согласны? С гардероба? А, нет С гримёрной? С закулисой? С кулисой? С зрителя? Нет С зрителя? Что-то такое у вас? С мешалки с гардероба, что такое? Ааа, с обхода С обхода? С гардероба, да? Ну, там точное слово угадать Да, там нужно сточное слово Там что, гардероб или там точно не вешалка, там, наверное, гардеробная Ну, гардероб, или как называют Театр начинается с буквы Т Да, гардероб Да, далее, вы согласны? Не знаю, мне почему-то первое, что пришло в голову, это с вешалки Так, какой мы ответ примем? И ваш окончательный вариант? Ваш окончательный ответ? С вешалки Хорошо Хорошее было выражение лица у Валерии Смотрим, что же на это ответит учитель из 29-й школы По мнению Станиславского, театр начинается с вешалки Да, и первое мнение Натальи, оно было правильным, конечно же, с вешалки Очко у вас уже есть И второй вопрос, первый вопрос из школьной программы Звучит для команды Аэропорт Внимание на экран Назовите раздел русского языка, который изучает предложения, словосочетания Раздел русского языка? Грамматика какая-то устойчивая Русский язык, это вообще не мое, оказывается, было Нет, отвечаю, это нет А Наталья уже готова ответить за вас? А давайте Ну нет Так, раздел Раздел Вот как вы проиграли А какие вообще там разделы были? Варианты есть? Блин, я пас, ребят, я точно не в курсе Тоже нет Андрей? Такая же беда Грамматики Давайте смотрим, уже правильный ответ Давайте Раздел русского языка, который изучает предложения, словосочетания, это синтаксис Синтаксис Наталья, да? Вы знали? Ага Я не знал Слово такое в школе, по-моему, не проходили Так, второй вопрос для команды строителей Внимание на экран Какая фигура не имеет углов? Круг Круг Вы за кого нас принимаете такое выражение? Давайте смотрим, правильный ответ Овал Правильный ответ Круг Вау! А вопрос задавала учительница начальных классов, конечно, круг Круг Ну это вам не русский язык, али? Два очка у вас уже есть И второй вопрос для команды Комета Сколько всего штатов входят в Соединенные Штаты Америки? Сколько там звезд было? 36, по-моему 36, да, по-моему Или 32 52? Да Ваш окончательный ответ? Я знаю, что 36 улусов в нашей республике А, можете перепутать 52 Давайте, пусть будет 52 52 52? Да Много Давайте проверим Много Соединенные Штаты Америки состоят из 50 штатов Столько же звезд изображено на американском флаге Почти, почти Ну рядом, да Так, и последний вопрос для команды строителей Внимание на экран В сухую программу При Петре Первом В Санкт-Петербурге Был построен завод по производству зелья Улица, на которой он стоял, сейчас называется Большая Зеленина Заводы, подобные этому, назывались мельницами Датский посол Юль по поводу русского зелья отмечал Вряд ли найдется в Европе государство Где его бы изготавливали в таком количестве И где он по качеству и силе отвечал здешнему Смертность на таких заводах была выше, чем на любых других Внимание, вопрос Что производили на таких заводах? Пиво Палтика Кто в пользу? Так, там есть мельницы Ну, пиво, наверное Смертность Смертность-то А пиво умирают-то Скорее всего, там может быть мука Потому что мука создает какой-то этот, я слыхал И от пыли там создается химическая реакция И пожары бывают отлично Там Поэтому Что делает мукой? И? И? Пирожки По производству пирожков Зелье, ну, пиво, наверное Что еще? Могли бы Так, давайте проверим, так это или нет У нас детская передача А! Зеленку? Зеленку? Динда И в итоге? Ответ В итоге? Зелье Не алкогольное, которое Давайте сравним Внимание на экран На таких заводах Производили Порох Порох Кстати говоря, когда готовились Именно к этому вопросу Учитель истории Да, она мне предупреждала Что многие отвечают Связывают ответ со спиртом Но нет Это был порох А вопрос Разве не был? Типа Что за зелье Что производили на этом заводе? Вопрос заключался в этом В котором производят зелье А это была прелюдия к вопросу Где это находится? Просто, может быть, вы в Санкт-Петербурге ориентируетесь и знаете Так, два очка у вас по-прежнему И еще один вопрос Последний из школьной программы для вас Внимание на экран Как переводится название известной песни группы Beatles The Yellow Submarine Желтая что? Желтая лодка Лодка? Желтая лодка? Ел субмарин Субмарин это же лодка А, подводная лодка Желтая подводная лодка Ты согласен? Что-то такое, да Что-то такое Так, давайте сравним с учителем английского языка Она скажет правильный ответ Внимание на экран Песня переводится Желтая подводная лодка Да Так, и подведем итоги, Елена 2-2 2-2 2-2? 2-2 Почему 2-2? 1-2 Не надо нас путать И в итоге получается, что команда строителей У нас становится команда красных Присаживайтесь на диванчик И команда комета присаживается на синий диванчик Это не показатель А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы Справились наши горожане В каком году началась Первая мировая война? В 1812 В 1812 году 1812 1900 какой-то Вторая 1939, 1 сентября Да, а первая? Первую не знаю, честно 1914, 1914 год 14 А вот 812 это вот что? Великой Отечественной Вот, я всем людям говорю Кто написал герой нашего времени? Я не знаю Гребоедов Блин, мы же читали Лермонтов Толстой, может Лермонтов Лермонтов, Михаил Федорович Столица Индонезии Индонезии Что-то знакомо такое название Уж простите Хорошо География хуже, да? Да, да, да Ой, нет, не смогу, наверное А где находится хотя бы Индонезия? Представление имеете? Да, мы номенклатуру сдавали Там все страны Азии мы наизусть запомнили Ага Закарты Закарты Закарты, да? Закарты Что такое О2? Вода О2 Водород H2O Так Это кислород О2 Это кислород Кислород О2 Это кислород А какой примет был вашим любимым в школе? Пискультура Ударение правильно нужно в слове поставить договор или договор? Договор А как правильно будет ударение нужно поставить? Договор или договор? Договор 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 Правильно будет договор Да это везде по-разному. Якутия говорит, договор у нас, договор на Урале. Как вежливо называют жителей Гондураса? Вежливо. Не, я там был, но забыл. Гондурчане. Гондурасики, может быть, не знаю, я не знаю. Гондурасы. Но Гондурасик тоже нет. Не знаю, Гондурасы, что ли? Сейчас вспомню так. Гондурасы. Итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первый. Таким образом определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Хотим предупредить, если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос задают самые младшие эксперты нашей программы, ученики первого класса 29-й школы. Эта же участь вас ждет в конце нашей игры. Если шагов у вас осталось меньше, чем показала цифра на кубике, вам нужно выполнить сразу два задания. Это вот фантомима, последняя клетка нашего поля. И опять же ответить на вопрос маленьких экспертов программы. Если вам достанется центральная клетка, тогда свой вопрос задают артисты Якутской государственной филармонии. В этом случае будет музыкальный видеовопрос. Команда красных кидает кубик. Вперед. Валентин. Так. Так. Олдик и Курантаны. Ох, отдох партия. Пять. Три. Три. Вам нужно показать. Пока никто никуда не уходит. Валентин, подходите к нам. Выбирайте любую карточку. Ребятам своим не показываем карточку. Показываем только нам. И я вам подскажу задание. Вот это вы должны показать без слов. Время. Так, показывай. Говорить не надо, да? Скользить, хоккей. Хоккей. Не, тох. Хоккейный. Хоккейный. Буллет. Хоккейная игра, хоккейный мяч, хоккейная... Шайба. Хоккейная... Шайба, клюшка. Шайба, хоккейная... Хоккейный мяч, верно? О-о-о. Это правда. Все-таки разлучало, да? Я чуть прослушала. Молодцы. И полетим три шага вперед. Красная фишка, это ваша. Начинаем оттуда со старта. Прямо шаги делаем. Раз. Два. И три. Три. Молодцы. Дри. Так. Первая команда синих. Команда синих. Евгений. Шесть. 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 Пять. Шесть. Шесть. Нарисовать, да? Нарисовать, да. Время. Так, а ребятам видно? Чуть-чуть в бок надо отойти. Кенгуру. Говорите, нельзя. Я не знаю, как это... Говорить не надо, Евгений. Предупреждение. Платье? Это девушка? Ага. Это девушка, это это. Вечернее платье? Нет. Наша программа показывает воскресенье в первой половине дня, в детское время. Попутчица? Попутчица какая? Не знаю, автостоп там все. Типа, говорите, нельзя. Токерша? Время, время. Блин. Ответ. Идеальная женщина. Ну, я не... Ну, вот так же. Типа, идеальная женщина. Я подумал. Голова пучится. Попутчица. Команды. Валерий, да? Это сложнейший. Нарисовать маму. Да, как это объяснить слово? Ну, а как мама? Ну, я... Портретная схожесть. Это просто футка. Так, Валерий, давайте. Кошмар. Разбегает? Разбегает. Как в керлинге. Говорить. Говорить. Время. Два слова. Первое, что делает второй животное, короче. С длинной шеей в Африке. С пятнами. Жирал. Жирал. Это второе слово. Первое слово, что он делает. И он, короче, этот... Еще не проснулся. Спящий. Спит жираф. Спящий жираф. Спящий жираф. Да, верно. Молодцы. Спящий жираф. И на один шаг вперед. Шаг вперед. Раз. Раз. Все. Очень театрально. Так, Андрей. Стрельнем в шестерочку. Давайте. Рисовать. А я рисовать. Так, Андрей, походи. Кошмар. Идеальный женщина. Мы же ходили на мастер-классы. Голдыги там научиться рисовать. Готовились? Программа? Я так долго рисую. Время. Перекресток. Развязка. Ага. Автомобиль. Правила дорожного движения. Поворот направо. ПДД. Поворот направо. Сколько слов? Два слова. Одно слово. Два слова. Так. Псехот. А что за точка слева? Камера. Нарушение. Нарушил поворот. Или что? Да, быстрее рисуй. Это машины, я понял. Пять секунд остается. Вперед. Уступи дорогу. Не знаю. Поворот не туда. ПДД. Время, время. И Андрей, какой был ответ? Учебная езда. Уроки вождей. Уроки вождей. У надо было нарисовать. У. Уроки. У, действительно. Точно, точно. Не, ну буквы уже не рисую. Знак У. Треугольнички. Команда строителей. А, ты же учишься. Треугольнички. Что? Ничего, ничего. Мы догоним. Догоним. Не теряет оптимиза команда Комета. Никогда не поздно. А строители? Догонять. Четыре. Раз, два, три, четыре. О, это музыкальный видеовопрос. Угу. Отвечаю. Дара? Отвечаю. Круто. Среди команды. Присаживайтесь на девочек. А клетка попадается, да? Очень редко. Очень редко. Очень редко попадается эта клетка. И свой музыкальный видеовопрос вам задают артисты Якутской государственной филармонии. Внимание на экран. Вам нужно угадать название композиции. А, это Игорь Егоров, Инди, да? Это из Короля Льва же здесь, да? Ага. Королю, Инди, да? Королю, Инди, да? Не, ну, Анида по-любому, этот, из Короля Льва, ну, Две же песни есть, типа на английском, на икутском. Вы согласны, да, Валентин, Наталья? Король Лев, да? Давайте сравним, ответ у нас есть. Игорь Егоров, Инди. Король Лев. Ну, а это прозвучала песня из мультика Король Лев. Да, молодцы. Наталья, тоже стыдно, четыре шага вперед делайте, красная фишка ваша. И нет. Другую сторону. Ну, не, 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 не. Мород не туда уже. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Ну, аэропорт. Евгений как-то паник уже. Нет, нет, я просто пытаюсь вспомнить, кто на английском пел Король Лев. Три. Три. Раз, два, три. Пантомима. Михаил, к нам подходите, тоже выбираем карточку, смотрим желтый фон, маска. Время, Михаил. Одно слово. Удочка, ловить удочку, рыбалка, рыбалка, рыболов, рыбак. Рыбак, рыбарно. Слово прозвучало, молодцы. Три шага вперед делает команда Кометов. Сразу нельзя. Раз, два, три. У нас же шоу, нужно делать шаги правильно. Молодцы, здорово. Так, команда красная. Старт есть. Есть, отпечатали. Тамима, зелёный фон. Время. Остыл. Ага, понял, понял. Бутерброд. Бургер, гамбургер. Хот-дог. Чизбургер. Такос. Колбаса, хлеб. Сэндвич. Кусок пиццы. Кусок пиццы. Кусочек. Лепёшка. Кусок. Пирог. Сухарь. Пирог. Пирожное. Пирожное. Пирожок. 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 Пирожочище. Это был пирожок. Я же вас волновалась. Да, двигайте. Свою фишку на шаг вперёд. На зелёную пепку. И команда синие. Три. Пирожок. Шипаку. 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 Догоняем. Длина, вот это я снижаю. Три. Раз. Пантомима. Пантомима. Три, да. Пантомима. Что-то вообще паник. Да. Почему не пирожок? Время. Три слова. Три слова. Первое. Заводить. Ключ. Ключ. Думать. Ключ. Забыл. Забыл ключ. Закрыл дома утюг. Выключил. Дома. Ключ. Да. Забыл закрыть дверь? Забыл закрыть дом. Забыл закрыть дом. Ключ. Забыл. Дома. Лечи забыл дома. Забыл ключи дома. Правильно. Это нужно точно. Забыл ключи дома. Забыл ключ дома. Закрыл дома ключ? Забыл закрыть ключ дома? Забыл. Нет, ключ, первое слово. Ключ, забыл. Уронил. Оставил? Потерял. Как можно? Время. Как можно? Ответ. Какой был правильный? Ключ, забытый дома. Ключи, забытый дома. Ну, все равно. Ну, вы были очень рядом. Ключ, забытый дома, да. Это сложно. Но вы были рядом, вы молодцы. Команда красных. Пирожок, забытый дома, да. Вот почему вам пирожок, да. Ключи, забытый дома. Ключи, забытый дома. Как идеальная женщина. Идеальная женщина забыла ключи дома. Четыре. Да, хорошо. Раз, два, три, четыре. Говорить. Желтый фон. Отлично. Вау. Вау. Время. Три слова. Так, три слова. Что-то делание. Не знаю, как объяснить. И после чего-то. Давай быстро. Так, что-то делание. Гулять. Гуляние? Нет. Прогулка. Да. Однокоренное слово вы уже использовали. Все. Все, да? Да. Прогулять и прогулка. Ну, правильно. А, да. Однокоренное слово. А, да. Обрадованная команда «Комета» продолжает. Шансы. Кручу, верчу. Обмануть хочу. Пять. 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 Раз, два, три, четыре. Пять. Музыкальный вопрос. Серьезно? Музыкальный вопрос. Слушаем. Садим, да. Артиста Якутской государственной филармонии. Ну, это, конечно, не Королев будет. Да, сто процентов. Давай. Сидим и думаем. Симфония какая-нибудь. Пока. Пока. Симфония какая-нибудь. Правильный ответ посмотрим? Правильно. Че, серьезно? Серьезно. Это прозвучала тема из фильма «Челюсти». Да! Не зря я в детстве телевизор смотрел. А я угадала. Сколько там? Сколько там? Сколько там? Два. Два. Три. Четыре. Пять. Мы рядышком. Молодцы, молодцы. Дышит спину, да? Меда догоняет. Где-то я это уже видел. Команда строителей кидает. Правильно. Убежит. Где-то я это уже видел, говорю. В прошлой игре так же было. Четыре. Так, раз, два, три, четыре. Говорить. А самое предложение? Время. Четыре слова. Какие-то, какие-то, что-то, чего-то. Первое слово антоним «горячие». Холодные. Холодные или холодные? Ну, правильно сказал. Холодные. Второе слово антоним «мелкие». Холодные, большие. Холодные. Огромные. Огромные. Огромные, большие. По-другому, как сказать. Гигантские? Антоним «мелкие». Нет? Мелкие. Мелкие. Большие, огромные. Рис – это что? Зерно. Нет. Еда? Рис, очмень, пшеница – это что? А, крупа. Крупные? Да. Холодные, крупные. Попкорные в холодильнике. Наталья, фраза-то какая была? Холодные, крупные капли дождя. О, вообще. Так, Михаил. Кидаю, да? Уже торопится. Три. Раз, два, три. Говорить. 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 Одно? Время. Два слова. А, я могу говорить. Говорить, да? Да, говорить, говорить. Это одежда. Бесная одежда. Одежда, тёплая бывает. Конь, конь, в чём бывает? Пальто. Пальто. Да, только оно большое. Большое подшуба? Ну, большое по-другому как будет. Большая шуба, я не знаю. Огромное пальто. Почти. А крупное? Вот отсюда, да. Длинное? Да. Длинное пальто. Длинное пальто. Верно, наконец-то. Так. Да, Михаил, дверь, дверь. Длинное. Вот отсюда. Три, да? Три. Так, три. Три. Раз, два, три. Три. Как комета мчить вперёд, впереди победа ждёт. Три. Алтану, мурайсера. Политин. Три. Иниг на хасын бухгалтере обрадить. Три. 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 Ууу. Раз, два. Тоже говорить. Время. Время. Это одно слово. Так, большое здание такое, вот так, и с вентиляторами крутится и производится. Мельница. Да, да, два шага вперед. Так, два шага вперед. Так, сравняли счет, получается раз и два. Комета. Комета. Два-два, четыре. Два-два. Два-два, раз-два. Говорить, да? Говорить, время. Одно слово. Одно слово, да. Есть праздник такой, делают круглые штучки такие. Блины, масленица. Масленица. Блины, масленица. Блины, масленица. Да, как бы, в одном, в единичном. Блин. Нет, блины. Блин, блины. Но мы уже все сказали. Да, мы все уже сказали. Блин, блины. Так, блины. Синяя, синяя фишка на два шага вперед. Раз. Раз, два. У-у-у! Так. Но будьте осторожнее, у вас осталось два кода. Опять, да, как-то у нас все сказали. Тут и остались. Вторая, вторая. Четыре. Три надо выкинуть, да? Так, команда строителей. Три, два, один. Четыре, да? Четыре. Да, четыре нам надо. Много просишь? Все. О, нет. Три. Рисовать, рисовать. Рисовать. Время. Банка. Два слова. Банки. Что это такое? Нормально, нормально. Писать нельзя, только рисовать. Зубы. Человек. Рожа. Зрачок. Лицо. Глаза. Голова. Головы. Головной убор. Газоризируй двойку. Двойка на знак. Ложка. Еда. Кушает. Еда. Кормить. Кушать. Кушает. Питание. Детское. Питание. Пире. Время. Время. Детская еда. Ну, рядом, да. Если бы времени чуть больше было бы, я думаю, что Наталья угадала. Наталья угадала бы. Стоим на месте. Двоечка. Все. Нам двоечка. Докончили. Наш приз в студию. Поддуйте обязательно наш кубик. И двоечка. Ууу. Двоечка нужна. Ага. Когда не надо. Так, Андрей, начали выбираем задание. А, мы два задания. Два задания, да. Время. Фигурка. Сумка. Сумка. Сумочка. Сумка. Сумка. Сумка уже. Все. Все. Молодцы. Присаживайтесь на диванчик. И второе задание от младших. Все. Мы домой. Нам тогда следующее команду. Так, внимание на экран. Это когда подсказывает мозг, или ты что-то чувствуешь. Так, Иваш Варя, о чем говорили, ребята, слова или словосочетание? Планирование, или интуиция, или мечта. Путь к мечте, что-то такое. Два слова. Одно слово. Мы подсказывать не будем. Вы должны догадаться. Дети... Ну, вот что там прозвучало, что он о чем-то думает, да, там, типа, мечтает были, и варианты были, что как путь находит домой, да, там, планирование. Реально сложный вопрос был. Ну, давай, отец тогда, какой в итоге, планирование? Нет, не планирование. Ну, или, в принципе, путь к цели, что такое, путь к мечте. Путь к мечте, выйти из леса сам, типа, знаешь, как выйти. Ну, ты мечтаешь, такой, пошел в лес, мечтаешь в лес. Ну, заблудился, и такой, мечтаешь выйти, выходит, потому что ты знаешь, что, манширует, ну, а при чем тут он мечтает, там, что-то мысли, там, что-то. Ну, вариант, приятно. Это, может быть, что-то, мне кажется. Планы на будущее? Планы на будущее? И ваш окончательный вариант? Да, планы на будущее. Ну, давай, с интуицией, что ты думаешь? Да, конечно, могу. Раз, два, три. Раз, два, три. Интуиция, пусть будет. Интуиция. И это правильно. Я же говорил. Хорош. Это, вот место, понимаешь, вот там мы тоже проиграли. Иди двигать, иди двигать. Так, ребята, двигайте, торжитесь на свою фишку. А, раз, два, три, давай, бежать, четыре. Нет, а ваша фишка-то синяя. Да, ладно, мы взялись. Давай. Раз, три, два. Давай, просто на шоу. Как комета, Мчим, вперед, впереди, победа ждет. Так, ребята, присаживайтесь. Присаживайтесь. И победителем сегодняшнего шоу становится команда «Синих». Команда «Комета», которая представляет аэропорт Якутск. У нас есть приз для победителей. Обручаем вам сертификат от бьюти-бара BB Studio. Все подробности об услугах BB Studio и КТ можете узнать в социальных сетях. Мы мечтали об этом. Да, все, не говорили. Пойдем в бьюти-бар. Не, ну, бьюти-бар у них разные услуги, для мужчин в том числе. Либо вы можете подарить своим вторым половинкам. А, кстати, заметьте, что не надо педикюр сделать. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Мы еще раз поздравляем победителей. На этом мы с вами прощаемся. В студии для вас работала Ларина Сукуева и Елена Андреева. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...